Вот уже почти полгода в Твери и Калининском районе функционирует новая система пассажирских перевозок. Транспорт Верхневолжи начал свою работу в феврале и к началу июня уже можно констатировать, но введение, что называется, прижилось. Существующие маршруты охватывают все, даже самые удаленные населенные пункты. Один из них – деревня Кривцово. На этом направлении с конца марта работают семь комфортабельных микроавтобусов номер 116. Для жителей крупного коттеджного поселка, что в деревне Кривцово, вопрос транспортной доступности долгое время стоял очень остро. Населенный пункт находится на окраине регионального центра. И частные перевозчики, которые до недавнего времени обслуживали городские и межмуниципальные маршруты Твери и Калининского района, его игнорировали из-за низкой рентабельности. Местный житель Степан Киселев рассказывает, чтобы доехать из Кривцово в Тверь, нужно было преодолевать немалые трудности. Приходилось идти пешком по деревне Брусилово, это порядка километра до Старой Волоколамки. И там уже ловить маршрутку, которая остановится. Были несколько попыток нашей управляющей компании организовать маршрутку, но нельзя было обеспечить нужную периодичность. Ситуация изменилась в марте этого года, когда в рамках новой модели пассажирских перевозок начал действовать маршрут номер 116. Он связал деревню Кривцово и Горбатку. Теперь, благодаря транспорту Верхней Волжи, жители коттеджного поселка имеют возможность без пересадок добраться до микрорайона Южный вокзалов, центра города и Заволжского района, вплоть до областной клинической больницы и перинатального центра. Нужно отметить, что автобусы достаточно комфортные, особенно летом. То есть работают кондиционеры, стало чисто, в отличие от старых маршруток. Как рассказали в компании Верхневолжской АТП, маршрут номер 116 обслуживают 7 автобусов малой вместимости производства Горьковского автомобильного завода. Для комфорта пассажиров в них не только установлены кондиционеры, но и предусмотрена возможность перевозки маломобильных групп населения. Данный маршрут работает у нас с полшестого утра до семи часов вечера. Интервал движения составляет 18-20 минут. В маршруте предусмотрены транспортные узлы пересадки, где они смогут добраться до любой точки города Твери. Работы по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий Твери и Калининского района продолжатся, говорят представители транспорта Верхневолжья. Так, в настоящее время прорабатывается вопрос с увеличением количества автобусов на маршруте номер 19, связывающем поселок Сахарова и центра Свар. Кроме того, в планах у руководства Верхневолжского АТП увеличить количество рейсов на этом маршруте до 20 в сутки.